всем привет друзья с вами варчик в этом видео будем говорить про баланс танков недавно поиграл на одном из самых конченных танков восьмого уровня т-34-2 на фоне можем наблюдать с вами единственный бой в котором я хоть что-то пострелял за три часа игры на нем танк может только в одно в ближнем бою крутить жирных тяжей и больше никого поскольку если танк против нас будет в ближнем бою маленький пушка у нас никуда не опустится и мы толком не сможем даже нормально стрелять а вот по жирным большим тяжам в самый раз поскольку они намного больше и катки им сбивать легче на низкие же танки пушка не опускается в принципе все больше этот танк ничего не может он ездит медленно максималка у него небольшая динамика не очень обзор ужасный пробитие хуже даже чем у льготных танков точности сведения как будто бы мы играем на теже с альфой 500 но на самом деле у нас пробитие 180 альфа 250 ни стабилизации ни сведения ни точности нет вообще после стрима я сравнил этот танк с т-44 который по факту в бою выполняет те же самые функции что и т-34-2 только у 44 все лучше бароня у него лучше динамика лучше удельная мощность лучше обзор такой же пушка во всех параметрах лучше казалось бы танки практически одно и то же можно было бы просто их сделать похожими но чуть-чуть с разными приоритетами у одному допустим чуть больше динамики другому чуть больше обзор у одного пушка чуть больше про альфу у другого чуть больше про точность все эти танки были бы плюс-минус похожи и никто не был бы из них слабый но на самом деле один танк играбельный а другой полный мусор на котором вообще нет смысла играть после чего я написал в техподдержку мол как это так т-44 апнули все кто похожи на т-44 всем апнули там двигатели башни все что можно было апнуть апнули остальным танкам ничего не собирали сделать ведь т-44-100р начали выдавать по акции ростелеком а там плохой танк выдавать нельзя ведь это же акция шмакция за подключение игрового тарифа а вот т-34-2 ни в чем не участвует нахер он нужен хотя казалось бы ну чуть-чуть циферку подкрути это же не сложно но сколько я играю в эту игру т-34-2 как был куском говна так ничего не изменилось что 6 лет назад я на нем играл он мог только в ближнем бою крутить тяжей и то только за счет того что он низкий а не за счет скорости даже потому что она такая себе прошло 6 лет ничего не изменилось танк как был конченый тогда так и сейчас и может выполнять только одну малюсенькую функцию в этой большой игре с кучей всего остального по сути у танка плюсов вообще нет помню еще в далекие 2013 я качал китайскую ветку и очень это было больно в одном из боев на т-34-2 в ближнем бою я раскрутил два или три танка убил их всех и в чатике мне писали что вау это офигенно прям в бою сейчас конечно такого в чате никто в бою не пишет там один срач но в те времена еще бывало так вот 6 лет прошло ничего не изменилось танк как был калище так и остался я написал в техподдержку и спросил когда этот танк будет сбалансированный спросил нам тоже акцию ждать от ростелекома или что-то подобное когда эти танки будут сбалансированы спросил что должно произойти также написал что не верю что после песочницы когда весной все выйдет на основу изменения хп и альфы что слабые танки станут сбалансированными я мог бы конечно сейчас коротко ответить но прочитаю дословно что мне ответили в техподдержке здравствуйте чтобы эффективно бороться с танками противника необходимо знать сильные слабые стороны а также использовать поддержку команды изменение характеристик техники проводятся на основании анализа и обработки статистических игровых показателей в целях улучшения баланса игры мы внимательно следим за ситуацией в игре если это будет необходимо то мы рассмотрим решение о внесении изменений в характеристики того или иного танка благодарим за обращение то есть у них все под контролем а раз у них все под контролем то из этого делаем два вывода первое либо все в игре сбалансировано и баланс танков хороший либо второе баланса танков нет и он и не планировался разработчиками первый вариант там не подходит потому что баланса танков нет значит у нас второй вариант баланса танков никогда и не планировалось поскольку я 6 лет играю в эту игру как танк этот плохой был так он и остался плохим даже более того вся китайская нация в этой игре имеет практически все танки плохие только один танк здесь нормальный в за 115 а все остальные просто убогие и все все китайские лт все китайские тяжи они просто конченые под этом я не знаю я на них толком не играл вот и получается что баланса не было 6 лет и сейчас они пишут что все под контролем и до этого разработчики говорили что два месяца статистика на танк собирается после этого понятно что происходит с танком как бы 6 лет прошло они два месяца уже понятно не то что что с танком в принципе понятно что с игрой баланса не планировалось это мое мнение я к нему пришел сам это очевидно мне кажется мне конечно было все это очевидно и до обращения в техподдержку но сейчас это стало как данность в картошке всегда так было добавляют какие-то имбовые танки либо а поют и ты должен роняя кал бежать сломя голову их качать либо выкупать чтобы на них играть какой-то период после этого появляется что-то новенькое еще сильнее и ты должен снова роняя кал бежать туда чтобы поиграть на другом чем-то новеньком и сильным при этом периодически выпускается что-то новенькое и не сильное иногда просто средненькое сбалансированное и тут уже можно подумать стоит ли или нет но иногда перекашивает так что выпускает такую лютую имбу что либо ты играешь на ней либо лучше вообще не играть и если вы по какой-то причине до сих пор играете world of tanks один простой совет никогда не играйте на старых устаревших слабых танках на них играют в основном слабые игроки поскольку об этом не задумываются не следят за игрой и за трендами игры куда она там катится по большей части очень много слабых игроков еще из-за того что они играют на слабых танках если бы они играли на сильных то и играть было бы легче это очевидно но некоторые люди играют редко и не успевают за имбами гоняться либо пока что-то выкачивает она нерфится и все не успел поэтому хочешь играть нормально в картошку следи и спеши поиграть на имбе либо страдай вот вся суть игры еще странно что тут тех поддержки мне написали пользуйтесь поддержкой команды это конечно просто руколицо с вами был арчик играть красиво всем пока а